мать одного из военнослужащего российских военных сил рядового евгения демина уже два месяца как не может получить информацию по своему сыну дело в том что евгений проходил срочную службу в 4 танковой гвардейской кантемировской дивизии города нарофоминск когда его подразделение прибыло на полигон в нижегородскую область рядовой оставил место службы и скрылся последний раз молодой парень вышел на связь 20 сентября когда позвонил в службу 112 и попросил о помощи он сообщил что находится в лесу где заблудился и не знает как выйти обратно на все вопросы солдат ответил что сбежал из-за издевательств части чтобы покончить с собой но на момент звонка передумал сообщение было перенаправлено в полицию которая связалась с военными однако мама солдата уверена что ее сына никто не искал и даже не собирался а ее обвинили в укрывательстве дезертира который якобы скрывается от службы где находится ее сын она до сих пор не знает полиция и военные не ищут парня о самой матери сказали нанимать следователя как оказалось данная история которая происходит в гвардейской дивизии не является чем-то исключительным и единичным случаем в сети существует петиция называющаяся кузница смерти ее составили родственники погибших солдат проходивших службу в кантемировке в документе указано 6 случаев которые указывают на то что все погибших перед смертью испытывали на себе физическое насилие со стороны третьих лиц многочисленные ранения ссадины и гематому указывают на этот факт это подтверждает слова евгения об издевательствах избиениях в части министерство обороны россии не выгодно это признавать и они всячески пытаются это скрыть но не уставные взаимоотношения в российской армии никуда не делись друзья всем спасибо что досмотрели это видео до конца если вам не сложно то поставьте лайк и подпишитесь на канал также вы можете распространить это видео в своих социальных сетях чтобы как можно больше людей узнала правду о российской армии также я разрешаю вам скачивать это видео и перезаливаться на свой youtube-канал чтобы как можно больше людей узнала правду